приветствую всех на очередном уроке я хочу показать вам как можно быстро связать шаль если вы имеете мало опыта то есть начинающий вязать предлагаю по данной схеме начало вязания от угла следует набрать цепочку из 6 воздушных петель 5 петель для подъема 1 для арки в первую петлю цепочки провязать 2 столбика с накидом между ними воздушная петля после этих столбиков еще 1 воздушная петля и в первую же петлю цепочки столбик с двумя накидами закончен первый ряд второй ряд петли подъема 4 воздушные петли что соответствует столбику с двумя накидами далее между последним и предпоследним столбиком под воздушную петлю провязать 2 столбика между ними воздушная петля а вот под эту воздушную петлю между столбиками образующими галочку провязать 6 столбиков с накидом 3 и 3 между ними воздушная петля и еще одну галочку то есть два столбика с накидом провязать вот сюда между столбиком и вот этими воздушными петлями последний столбик в данном ряду с двумя накидами провязать над 5 воздушной петлей 1 нам нужно для арочки а вот эти 5 заменяют столбик второй ряд связан и точно так вязать каждый следующий ряд располагая столбики в шахматном порядке на каждой галочкой нужно провязать 6 столбиков над каждыми столбиками 6 нужно провязать галочку будто весь узор вязать я буду пряжей пчелка это акрил детская серия 80 граммах 400 метров и крючок у меня три с половиной начинаю вязать с цепочки провязываю 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 в первую петлю около самого узелка провязываю столбик с накидом и воздушная петля накид и сюда же в первую петлю провязываю следующий столбик с накидом воздушная петля и столбик с двумя накидами 1 ряд 2 4 воздушные петли 1 2 3 4 поворачиваю вязание между последним и предпоследним столбиком 2 столбика с накидом между ними воздушная петля сюда же ввожу крючок между вот этими двумя столбиками которые похожи на галочку провязываю 6 столбиков с накидом 3 3 между ними петля 1 2 3 воздушная петля и сюда же еще три столбика провисала 6 столбиков дальше между воздушными петлями и предпоследним вот этим столбиком вот такие же два столбика между ними воздушная петля столбик воздушная петля еще один столбик и столбик с двумя накидами над пятой петлей смотрю где у нас пятая петля 1 2 3 4 5 провязываю столбик с двумя накидами связано 2 ряда третий ряд 4 петли подъема 1 петля для арки поворачиваю в основание петель столбик с накидом помним над галочкой можно провязывать 6 столбиков значит вот сюда между этими двумя столбиками провязать 6 столбиков с одним накидом 3 воздушная петля и сюда же еще три столбика над воздушной петлей между шестью столбиками провязать два столбика между ними воздушная петля вот сюда между столбиками над вот этими двумя снова 6 столбиков 3 воздушная петля и еще три дальше над верхней петлей петель подъема вот этих один столбик я провязываю одним накидом воздушная петля и сюда же второй столбик но с двумя накидами для того чтобы вязание не стягивалась по краю шали начинаю следующий ряд 4 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 поворачиваю в основании петель столбик с накидом вот здесь между крайними столбиками 6 столбиков 3 воздушная петля 3 воздушная петля вот сюда второй столбик если галочка то над ней провязывать 6 столбиков над шестью столбиками галочку над крайними вот здесь между крайними вернее последним и предпоследним 6 столбиков дальше над четвертой петлей 1 2 3 4 я провязываю 1 столбик с одним накидом воздушная петля и сюда же второй столбик с двумя накидами вот уже вырисовывается рисунок на нашей шеи напоминаю там где 6 столбиков между троечками провязывать два столбика там где галочка два столбика над ней провязывать вот такие шесть столбиков по краям все время будут два столбика крайний будет или же 4 петли подъема обязательно вместо столбика с двумя накидами или же в конце столбик с двумя накидами вот если два столбика значит первый будет с одним накидом а последний будет с двумя накидами он должен должен быть длиннее за счет этого шаль будет хорошо тянуться иначе края будут затянуты она все время будет норовить вот так растянуться в стороны так вязать эту простую шаль очень быстро хороший такой узор получаем такой результат очень даже симпатично обратите внимание хороший простой узор и вязать таким узором легко один момент я сказала что я буду вязать крючком три с половиной но когда я начала вязать обратила внимание что вязание получается жестковато для того чтобы шаль была помягче я взяла крючок все-таки четверку это первое и второе смотрите шаль получается широкая видите какая длинная сторона это учтите сразу потому что не каждому это нравится а так хороший результат будет если будете вязать таким способом вязание других шарей смотрите у меня на канале в плейлисте шали а на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал и ждите новые полезные видео до новых встреч